Вот уже несколько месяцев актеры драм-театра изучают биографию Агаты Кристи. Английская писательница заинтересовала известной во всем мире пьесой. Постановкой на курской сцене занялся режиссер из Германии. Сергей Коромщиков работает в российских и зарубежных театрах больше 30 лет. Но детектив, признается он, ставит впервые. И о пьесе «Мышеловка» до недавнего времени почти ничего не знал. Я посмотрел в интернете, оказалось, что спектакль по пьесе «Мышеловка» идет 60 лет в Лондоне. Более 25 тысяч раз была сыграна эта пьеса с 52-го года. Мне стало очень-очень интересно. Я сел в самолет и полетел в Лондон. И посмотрел этот спектакль. Вот. И заодно Лондон посмотрел. Увиденный в Англии спектакль разочаровал, говорит Коромщиков. В нем не было напряженности. Поэтому в своей постановке он сделал акцент не только на детективной линии. Ведь иначе спектакль окажется интересен только тем, кто не знаком с известным сюжетом. Я в свое время очень много читала детективов Агаты Кристи. Трудно сказать, что уцепляет. Потому что сейчас как-то вся жизнь детективами насыщена. Я уж не говорю о телевизионных программах. А Агаты Кристи, наверное, самые лучшие произведения. Не произведения, а, скажем, фильмы. Это с Пуаро и с мисс Марбл. Они сохраняют какую-то атмосферу. Дух Агаты Кристи за три месяца репетиций поселился и за кулисами. Актеры ничего не говорят о своих персонажах. Потому что играют детектив. Все они гости пансиона Монкуэлл Мэннер. Я очень рад. Моя фамилия Рэнн. Очень приятно, мистер Рэнн. Вы знаете, а я представлял вас совсем иначе. Пансион семьи Рэлстонов ведут следы преступления, совершенного в доме номер 24 по Калвер-стрит. Хозяева и постояльцы оказываются главными подозреваемыми. А их темные пальто, светлые шарфы и фетровые шляпы только накаляют ситуацию. Ведь это основные приметы убийцы. В постановке режиссер показывает Агату Кристи не только как мастера-детектива. Он раскрывает ее талант психолога. Не случайно ведь и он тоже увлекся биографией писательницы. Я вообще не большой читатель детективов. Но если говорить о детективном жанре, более мне нравится Семенон. Он мне ближе как-то по атмосфере своих романов. А вообще я петербургский человек. Родился в Ленинграде, вырос в Ленинграде. Петербургская литература меня всегда грела, воспитывала. Я на ней вырос. Достоевский, Гоголь. Русскую классику Сергей Крымщиков тоже хочет поставить в Курске. Но это в планах. А сейчас здесь все живут детективной историей. Вот бывает утром просыпаешься, вроде вышел на работу, а в кармане нет твоего телефона. Подходишь к квартире, а ключи тоже забыл. И начинается детектив полный. Кстати, детективов на курской сцене не ставили уже больше 20 лет. Актеры с интересом примеряли на себя новые амплуа. На сцене для них построили целый дом с камином и лестницей. Поэтому отыграть спектакль важно, достоверно и честно. Так, как этого требуют жанр и режиссер. Душа ему нужна, ему нужно разбередить нас. Он сам себя будоражит, нас всех. Ему нужна правда. Ему нужна кристальная чистота этой правды, чтобы не было никакой фальши. Эта пьеса не дает возможности для режиссерских экспериментов, авангарда и технологий. Сергей Крымщиков намеренно не стал привносить что-то новое. Это спектакль в жанре классического детектива. Поэтому, следуя традициям театра Агаты Кристи, зрители уйдут со спектакля, сохраняя в тайне имя настоящего убийцы.